Беседа первая. Наречённый обсерваториум. Сион. Лица. Афанасий, Лангин, Яков, Ермолай, Григорий. Григорий, придите, взойдём на гору Божию. О беседка, о сад, о время летнее, о други мои, восхищаюсь весельем, видя вас, моих собеседников, придите, взойдём на гору Господню. Афанасий, Вчера нападала на меня ужаснейшая скука, и, как пшеничную ниву, вихрь колебала, едва давлел отбиться. Григорий, Блажу тебе, друг мой, радуйся, воин Христов, сия есть победа наша, побеждающая не плоть и кровь людскую, но бешеные мысли и мучительные духи. Они-то суть семя, полова и начала всякой человеческой злобы, а власть тьмы житейской, опаляющую душу мёртвых человеков. Афанасий, Я вчера не был мёртвым, а тем-то самым и чувствовал, что сердце моё горестнейшим неким огнём опалялось. Григорий, Как? Ты вчера не был мёртв? Недостойно ж я тебя назвал блаженным. Афанасий, А мне твоё слово непонятно. Григорий, Был ли кто болен? Тот не болен, а кто был мёртв, тот уже жив. Как прошла ночь смерти, так настал день жизни. Афанасий, Вот тебе крючки по закоулкам, а закоулки по крючкам, кто завертел закоулок, тот перешёл крючок. Не погнивайся, я не пророк, и меня твой свиток внутри не услаждает. Григорий, О любезный человек, сколь сладка сердцу моему простота твоя. Афанасий, Но не сладкий горта, не мои слова твои. Помилуй, беседуй проще. Григорий, Есть, что мнится правым, но сущностью криво. И есть, что мнится развращённым, но естеством правое. Если закоулок ведёт к правоте, по концу своему прав есть. Но косоглазый, тот прямик и крючковатый, есть простота, открывающая перспективу и архитектурный мост прямо в оград лжи. Конец делу судья. Что-то показалось тебе крючком, что ли? Афанасий, Я вчера, слышь, не был мёртвым. Я днесь жив, так не достоин ли я ублажения и твоего сорадования? Григорий, Такового величания достоин и буйвол. Он тебя здоровее, и вчера не был мёртвым. Афанасий, По мне, изволь, блажи его. Буйволовское блаженство моего не упразднит. Неужели милость Божия в одних только наших выгодах ограничилась? Щедроты его на всех делах его, и я благодарю ему, что доселе жив. Григорий, Чем ты уверен в жизни твоей? Афанасий, Разве ты член секты перронской? А мне в доказательство употребить трость сию? Григорий, Разве тем, что шатко похаживаешь? Афанасий, То ты видишь моё телешко, слава Богу, Катится, как телешко. Ай, дядя! Григорий, Дядя сестринцу своему не советовал ехать в глубокую сень воском, Но верхом на свадьбу. Афонька решился ехать воском, сам себе господин и кучер. В поле среди брода лошак отпрягся, оставив колесницы гонителя в потопе вод многих. Афанасий, Ну, что стал? Веди далее. Григорий, Не ведётся. Афонька с нуждою пешей добрался до брачного дому, исполнив пословицу. Спешил на обед, до ужина не застал. Кто спешит, насмешит. Вот тебе твоя тележка. Афанасий, Молодчик твой был ветрогон. Григорий, Старик Афонька с женой своей построили себе хатку на льду. В седьмой день с полночи пришёл, как вор, дождевой поток и стащил их с хроминкою в потоп. Афанасий, Вот, разъехались с баснями. Всё твое доказательство в пустых небылицах. Григорий, Евангелие разве не притчами учит? Забыл ты хромину, дураком основанную на песке. Пусть учит без притчи тот, кто пишет без красок. Знаешь, что скоропись без красок, а живопись пишет красками. Но в обоих, как в Моисейской купине, действует тот же язык огненный, если только мы сами не лишены оного языка. Начали говорить странными языками. Пускай, например, книжник, сирич, муж учёный, напишет сентенцию сию, без скуки мучает душу. Без сомнения, сердце его отрыгнуло, а трость его написало слово благое. Но чем лучше трость книжника-скорописца от кисти книжника-живописца, если он невидимое скучных мыслей волнования изобразил утопающим человеком? Он с Иеремией через человека изобразил душу. Глубоко сердце человеку, и человек есть. А с Исаию через потоп изъяснил мучительное сердце обуревания. Взволнуется нечестивое. Таковая приточная речь, ничем не хуже от оной, так сказать, бескрасочной речи. Например, душа их взлом таяла. Однако Исия самая пахнет притчей, тающего от воздушной теплоты льда. Так как из сей книги Иовское слово, река, текущее основание их, дышит сказкую о построенной храминке на льду. Афанасий. Как вьюн вьется, трудно схватить. Григорий. Вот, например, бескрасочное слово. Все погибнут. Но сколь красный сие ж самое выразил Исайя. Всяка плоть сена. Сноб травы есть, то, пригожий образ всей гибели. Сам Исайя без фигуры сказал следующее. Дать плачущим веселье. Но сколь благообразно и краснописно тоже, он же. Скочит хромой, как олень, восстанут мертвые. Труп лежащий, есть образ души, в унылую отчаянность поверженной. Тогда-то она, как стерва, лежит дол плачевной стужи и скрежете, лишенной животворящего теплоты духа и жизненной проворности. Будто змей лютым морозом одебелевший, там, где Кавказская гора, стеною своею застеняет ему спасительный солнечный свет. Сия одебелелость находит тогда, когда в яблоне корень и мозг, называемый сердечко, а во внутренних душевных тайностях тлеет и увядает то, от чего все прочее, как дверь, зависит от петли. Прозрел сию гнездящуюся язву прозревший Иеремия, в тайне восплачется душа ваша. Сих движущихся мертвецов изобразил Осия змеями. Полижут прах, как змеи, ползущие по земле. А Павел из праха возбуждает, как пьяных. Восстань спящий. Афанасий Куда тебя занес дух, Бурин? Ты заехал в невеселую страну и в царство, где живут, как язвенные, спящие во гробах. Григорий А как душевная унылость, можно сказать, ной и гной, образуется поверженным стервам, Так сего же болвана оживлением и восстанием на ноги живопишется сердечное веселье. Воскреснут мертвые. Взгляни на встающего и перед Петром Иенея. Он ходит и скачет, как олень и как Тавида, сирич серна или сагайдак. Станут сущи во гробах. Знай же, что он сия говорит о веселье. И слушай, все земнородные возрадуются. Не забывай, Афанасий, сей сираховской песенки «Веселье сердца – жизнь человеку». Афанасий Я си каждый день пою. Я веселье весьма очень люблю. Я тогда только и радостен, когда весел. Люблю пророков, если они одно веселье нам поют. Не их ли речь, нареченные у древних музами? Григорий Так точно. Их пение есть то вещание веселье. И сие это значит по-эллински. А затыкающий от всех певцов уши назывался буйный, бескусный дурень, по-еврейски навал, по-римски фатус. А пророк, профитие, сирич-просвещатель или звался творец. Афанасий Ба-ба, ты мне божьих пророков подделал пиитами. Григорий Я барлах, а ты осовах. Не напоминай мне обезьян и не удивляйся, что сатана образ и имя светлого ангела на себя крадет. Самое имя навутус, что значит, один только пороческий дух провидит. Афанасий Правда, что всяк художник-творец, и видно, что сие имя закрытое. Одно только мне не мило в пророках, что их речи для меня суть неровные, развращенные, завитые, странные, прямее сказать, круто гористые, а колесные, запутанные, необыкновенные. Кратко сказать, бабья басня, хлопотный сумасброд, младенческая небыль, кто может, например, разрешить сие, и где труп, там соберутся орлы. Если же оно простое, кто премудрый не заткнет ноздрей от смрада стерва сего. Фивейская уродливая сфинга мучила древлеегиптян, а ныне вешает на страсть души наша иерусалимская красавица Мариам. Вселенная, побуждаемая острием и втаевых пик, бесится от болезней и ярясь в опиет. Да коль вознесешь души наши? Григорий. Нетопырь, — вопрошал Птенцов, — для чего вы не любите летать ночью? А ты для чего не любишь днем? — спросили Горлицын и Голубев. Мне мешает причина достаточная, — отвечает темная птица. Мое око не родилось терпеть света. А наши око тьмы, — улыбнувшись, — сказали чистые птицы. Афанасий. Замолк, — сказывай далее. Григорий. Иностранцы вошли в дом Соломонов. Услаждались, взирая на бесчисленные образы бесценного богатства. Слепой из них, ощупывая фигуру золотого льва, уязвил острейшими его зубами сам свою руку. Гости, выйдя из дому, воскликнули. «Сколь возлюбленный дом и горницы твоей, сын Давидов! Сам Господь сотворил оное!» А я вышел из чертогов уязвленным, — вскричал слепой. «Мы видели, как ты то жили жезлом, то руками щупал, — сказали зрячие. А сязать и касаться есть язва и смерть, а взирать и понять есть сладость и незреченное чудо». Афанасий, опять ты возвратился на свои балясы. Григорий, прости меня, друг мой, люблю притчи. Афанасий, к чему ж ты приточил притчи твои? Ведь притча есть баляс, баснь, пустошь. Григорий, слышал ты пророческих речей фигуры? «Фигура, образ, притча, баляс есть тоже, но и сие балясы суют то же, что зеркало. Весь дом Соломонов, вся Библия наполнена ими». Афанасий, если так, напрасно защищаешь красавицу твою Библию. Нечего на нее зевать. Григорий, для чего ж ты зеваешь в зеркало? Афанасий, к чему же зевать на Библию, когда в ней голые балясы, а зеркало — дело иное? Григорий, как иное, если оно есть та же пустошь? Разве тебе не довелось быть в хрустальных фабриках? Оно есть пепел. Афанасий, пепел, но прозрачный. Он меня веселит, я в нем вижу самого себя. А всяк сам себе милее всего. Григорий, оплененный твоим болваном нарцисс. Мило тебе в источник и в прозрачный пепел зевать. На гибельный твой кумир, а не сносно смотреть на освященные библейные воды, дабы узрить в богосозданных всех пророческих зеркалах радости веселья и услышать преславной сладости благовестия. Дней спасения дома сему было. Повернись направо, слепец. Выгляни из беседки на небеса. Скажи мне, что видишь? Афанасий, я ничего не вижу. Облака вижу. А облако есть то, морской пар и ничто. Григорий, о нетопырь! Взгляни с приметую. Будь твое око орлиное и голубиное. Да выколи твое вечернее око ворон соломоновский. Афанасий, а, а, вот она красавица! В восточном облаке радуга! Вижу ее, сколь прекрасно сиянием своим! Григорий, ныне ж скажи мне, что видишь? Конечно, в пустом непусто же увидишь. Афанасий, радугу вижу. О чем она и что такое она есть? Город или село по пословице? Не знаю, Бог весть. Знаю, что и сей лук благокруглый, облачный, и спешленный называют дугою, раем, райком, радостную дугою и радугою. Григорий, в индийских горах путешествовали европейцы. Нашли кожаный мех с хлебами и такой же сосуд с вином. Потом, придя к пропасти, усмотрели по другую сторону что-то черное, лежащее на дороге. А вось еще Бог даст хлеб! Вскричал один. Я вижу мешище. Провались такое мешище, спорил другой. Я боюсь, то зверище. Какое зверище? Клянусь вам, то обгорелый пнище. Четвертый сказал, то город. Пятый вопил, то село. Так-то и ты видишь. А что такое, но не знаешь. Афанасий. Который же из них отгадал? Григорий. Решил гадание последней. Афанасий. Ну пошел, врешь. Григорий. Точно село. Они все там посели. Афанасий. И ни один не спасся? Григорий. Один из земли одобрил древнюю пословицу. Боязливого сына матери рыдать нечего. Афанасий. Какая шпага бы их погубила. Григорий. Дурной взор и дурная прозорливость. Как только взобрались на ту сторону бездны, так всех их... Так всех их в смерть перемучил индийский дракон. Афанасий. Видно, что все прозорливцы имели рабское лейно око, а не Ревейкин пригожий взор. И не Лукина, товарища Клеопы. В фигурнике ты вытащил болезнь к право. Так к чему ж ты его приточил? Григорий. К твоим очам на очки. Афанасий. А мне на что твои очки? Я и без них вижу. Григорий. Видишь так, как по заходе солнца курица. Чем больше зевает, тем менее видит. Так должно зреть. Узреть и прозреть, ощупать и придумать. Повидать и догадаться. Красочная тень встречает твой взгляд. А мечта не доблистает в твоем уме. Наружность бьет в глаз. А из нее спирт домечится в твой разум. Видишь след? Подумай, зайцы. Болванеет предмет. Умствуй, куда он ведет. Смотришь на портрет? Помяни царя. Глядишь в зеркало? Вспомни твой болван. Он позади тебя. А видишь его тень? Перед очами твоими благокруглые радуги лук. А за спиной у тебя царь небесных кругов солнца. На прекрасную его в облаке, как в чистом источнике тень, гляди внешним взором. А на животворящее и спасительное его сияние взирай умным оком. Чистый ум есть тоже солнце. Его проволочные стрелы прямо ударяют в лицо океана, а самое жало, уклоняясь от лица морского, косвенно бодает. Иметь иную света значит блюсти и примечать. Видим и осязаем в наличности, а примечаем и обладаем в сердце. Таков человек есть точный обсерватор, а жизнь его поля есть, то обсерваториум. Вон где один тебе обсерватор. Взгляни, на стражи моих стану. Афанасий О, голубчик мой, мой кум Аввакум, воистину люблю его. Конечно, он что-то неподлое примечает на страже своей. Скажи мне, мой прозроливец, куда смотрит и что-то видит пророческое око твое? Григорий Не шалий, Афанасий, не мешай ему смотреть, пускай себе забавляется. Афанасий Вот, а мы что? Пускай же и нам покажет то, что видит. Так ли, друг мой, Лонгин? А Ермолай наш дремлет. Слышь, Ермолай, встань спящий. Дремя, как курица, пуще не усмотришь. Лонгин Пожалуй, не шуми, я не сплю, я все слышу. Афанасий Ермолай дремал, а ты глубоко задумался, и то же, что спишь. Ведь я не тебя бужу. Однако и ты ободрись. Давай перейдем к пророку. Да коль нам быть печальными, перейдем к Вифлеем. Яков Постой, Афанасий Постой, не спеши. Афанасий Иду рыбу ловить. Яков Не забудь же торбы взять. Афанасий Ба! Друг мой, где ты взялся? Голос твой возвеселил меня. Яков Я вашу всю беседу до одной нитки слышал, под яблоней. А твоим рещам смеялся. Афанасий Люблю, что смеялся. Я плакать не люблю. Яков Куда ты поднимаешь крылья лететь? Афанасий О, вон, где видишь на горе пророк. Яков Где тебе пророк? То пасет овец пастырь от Риббенсдорфа. О, простак Или ты шут, или младенец. Афанасий О, когда бы мне быть он и младенцем? Открыл ты младенца. Яков Разве ты не слыхал мудрого онного слова? Не место святи человека. Афанасий Слыхал, да не вздумалось. Яков Поплыви в Иерусалим Войди в палаты Соломоновские Проберись в самый Давир Храм его Взберись Хоть на Фавор Хоть на Галилею Хоть на Синай Водворись в Вертепе Вифлеемском Или при Силуаме Или над Иорданом Селисься здесь В пророческие кельи Питайся с ними бобами Не пей вина и секеры Ешь хлеб и воду в меру Надень Ильину мантию И сандалии Опаяшись Иеремийным чресленником Размерь Иерусалимский храм С Иезекиилем Разочти с Даниилом Крючки Седмин Его Стань Казначейм при Христе Оденься в кафтан его И спи в нем И обедай И вечерей вместе Наложи на себя Петровы и Павловы узы Раздели море Возврати реки Воскреси мертвых Каждую неделю Верши над собой Седмину церковных церемоний Если можешь Вознесись вверх К Денице Сядь на другое Судье На радуги Судьею Займи для себя Чертоги В солнце И луне Оставь всю ветошь Под солнцем Взлети к новостям С орлами Запрети небесным кругам Течения с новином Повели ветреным Волнением И прочее И прочее А я при всех Сих знамениях И чудесах Твоих Воспою В честь Твою Соломоновскую Песенку Суета Суедствий И лисью Гомолеевскую Буря Море Раздымает Ветер Волны Если Не процветет В душе Твое ионное Понятие Какое Обитало Сердце Моисея И Ильи И того Единого Мужа С кем Они ведут Свою На фаворе Беседу Если Для тебя Непонятен И неприметен А посему И невкусен Он и исход Сирич Центр И медь Куда бьет От чистого Их сердца Дух Правды Как из облака Проволучная Стрела Молния Ей Воспою Тебе Всяческая Суета Афанасий Однако Я иду До пророка Нигде Он Меня Не скроется Яков Вот тебе Без соли И уксуса Салат Скажи мне Невкусный Шут Что то есть Пророк Афанасий Пророк Есть Человек Зрячий Яков Ведь же Ты Ни человека Ни пророка Не найдешь Афанасий Будто Велика Фигура Найти Человека Яков Очень Велика Фигура И ты Вместо Зрячего Попадешь На слепца А вместо Человека На его Скотину Исполнишь Пословицу Ехал в Казань Да заехал В Рязань Афанасий Фу На то будет У нас Перебор Яков Как может Иметь Перебор Слепец А омраченный Найти Просвещенного Афанасий Врешь Якуша Я с очами Яков Да откуда Ж у тебя Человеческое Око Ведь Человеческим Оком Есть Сам Бог Афанасий Так разве Что у меня Два Бога Во лбу Куда Ты Заехал Брат Бог С Тобою Яков А я Молюсь Чтоб Он И с Тобою Так Был Как Есть Уже Со Мною Афанасий Кошелек Пустой Ничего Дать На Молитвы Да Ты Же Брат И Не Поп Яков О Друг Мой Не Было Бо Мне От Тебя Слочайшей Мзды Как Если Бо Я До Того Домолился Дабы Исполнилось На Тебе Желание Сириш Молитва Просвещенного И Радостно Творными Очами Взирающего И Вопиющего Исаия Светися Светися Иерусалим Седьма Покрывает Землю На Тебе Ж Явится Господь И Слава Его Афанасий Ну Полно С пророчными Лоскутками Много Вас Таких Веточников И Лоскут Сшивателей А Скажи Мне Только То О чем Пророки Пишут Яков То же Что Евангелисты О Едином Человеке Афанасий Так Выплатайся Ты Для чего мне нельзя найти человека Яков Фу Для того Что не знаешь Что то есть человек Не узнав прежде Что значит Адамант Ни с фонарем Ни с очками Не найдешь Хоть он есть В гноище твоем Ну Найди мне Если скажу Что в домике твоем Есть Амбра Афанасий А Бог Я знает Амбра Или умбра Яков Э Не умбра Но Амбра Афанасий Амбра твоя Что значит Не знаю Сии Городам Не совсем Не знакомы А человека Знаю Перевидал Я их Один Другой Миллион Яков Видал И зевал Но не увидел И не знаешь Афанасий Я и тебя Вижу И знаю Яков От рождения Ты не видал И не знаешь Меня Афанасий Или шутишь Или ты впал В обморок Яков Что то Запахло тебе Обмороком Афанасий И мою голову Поразил ты Мраком Твоим Яков Я Яков Человек А ты человека Не знаешь Посему и не видишь Где ж тебе Обморок Афанасий О человек Когда бы ты В голове моей Не потушил Остатков Света Молитвами Твоими Ты мне Наскажешь И до того Уже доходит Что у меня Ни очей Ни ушей Ни рук Ни ног Не бывало Яков Да только ли Рук и ног Ты весь Ничто Ты умра Ты тень Неисповедующаяся Господи Человека нет Афанасий Почему же Я не человек Яков Может ли быть Человеком То что Ничто Афанасий Как же я Ничто Твое Яков Скажи же Мне Почему Есть Ничтожество Дым Пар Тень Афанасий Какая же Причина Лишила Меня Человечество Яков Та что Ты не искал Афанасий А не искал Почему Яков А почему Не ищешь Амбры Афанасий Есть ли Она И что То есть Она Не знаю Яков Не верующий О естестве Человека Не ищет Его Не обретает И не знает Его Афанасий Как же Прочие люди Разве Не разумеют Всегда им Человек В устах Яков Все беседуют О всем Но не все Знатоки Бредут Вслед Владеющие Модой Как овцы А человек Разумеет Путь Свой Афанасий И так Они слабо Знают И дурно Видят Яков Так Как ты И тем же Оком Но что тебе До людей Знай себя Довольно Про тебя Тем Мы Не знаем Себя Что всю Жизнь Любопытствуем О людях А судиливое Око Наше Домо Слеподствует А зевая На улице Простирают Луч Свою Внутренность Соседских Стен Принникнув В самое Пищное Блюдо И в Самый Горящий В спальне Их Ночной Светильник Отсюда Критические Беседы Богатые Столы Во все Колокола Повсюду Звонят С осуждением Какая Польза Любопытно Зевать И ценить Путь Побочных Путников А презирать Безнаблюдение Ведущую Настезю Отсюда Заблуждение Проступки Преткновение И падение Что пособить Знать Поскольку Очей Во лбу Имеют Жители Лунные И дозеваться Через Всеприхвальнейшее Стеклянное Око Дочернейших В луне Пятен Если Наша Зеница Дома Непрозорлива Кто Дома Слеп Тот И в гостях И кто Своей Горницы Непорядочен Тот На рынке Пущи Неисправен Если Ты дома Знай притчу Врач Сам Прежде Исцелись Не Твое То Но Чужое Око Что Не Тебе Служит Чучело Тот Не Мудрец Что Не Прежде Учит Сам Себя Лжемонета Всегда По Рынку Бродит Дома Пущи Опасно Знай Себя Тем То Не Разумеем И Библии Что Не Знаем Себя Она То Есть Вселенская Лампада Огненная Фарийская Вежа Для Мореплавающей Жизни Нашей Она То Есть Друг Верный Кровь Крепкий Обречь И же Его Обрел Сокровище Но Когда На Домашней Нашей Стезе И Бревно Притыкаемся Тогда И на Улицах Друга Нашего Нас По Лицу Судящих Лицемеров Самая Мелочная Соблазняет Щепка Запутываемся Как Кровожадная Муха В Пагубную Паутину Плотских Дум Подло Ползущего Сердца Нашего Падаем В сеть И смятение Нечистых Уст Наших Погрязаем Как Олова В потопе Листивого Языка Погибаем Вечно Священнейшем Всем Лабиринте Не Достойны Вкусить Сладчайшей Одной Пасхи Единый Я Пока Перейду Возвратись В дом Твой Обуйный Человек Выйди Вон Из тебя Дух Жен Любопытных Очисти Свою Прежде Горницу Сыщи Внутри Себя Свет Тогда Найдешь И библейным Ссором Погребенную Драхму Стань На Собственность Твоей Страже Саввакуумом На Страже Моей Стану Слыш Ушами На Страже Моей А не Чужой Знай Себя Да Давлее Тебя Афанасий Не Бестолку Ты Наврал Но Только То Для моих Зубов Терпким И Жестоким Кажется Будто Я Даже И сам Себя Не Знаю Яков Не Уповай На Твое Знание А Речи Пророков Посчитай Не Пустыми Не Все То Ложное Что Тебе Непонятное Здоров Тебе Кажется Тем Что Не Разумеешь Не Кичись Твоей Прозорливостью Вспомни Индийских Путников Чем Кто Глупее Тем Гордее Самолюбнее Поверь Что Нездуру Родилось Иеремий На Слово Возрел И Не Было Человека И Не Видел Мужа Афанасий Разве Около Него Людей Не Было Яков А Где Ж Твари Нет Но Они Были Умбра Или Тень Они Прямые Люди Афанасий Почему Ж Они Тень Яков Потому Что Они Тьма Они Не Знали Так Как И Ты Человека Ухватившись Через Слепоту Свою Не За Человека Но За Обманчивую Тень Его А Сей Т Человек Ложь Отвел Их От Истинного Афанасий Изясни Мне Как Ухватились За Тень Яков Ведь Ты Тень Разумеешь Если Покупаешь Сад Платишь День За Яблоню Не За Тень Не Безумен Лик Кто Яблоню Меняет На Тень Ведь Ты Слыхал Басню Пес Плывя Хватал На Воде Тень От Мяса Через То Из Уст Прямой Кус Выпустил А Поток Унес Всю Эта Цель Диоген В Полдень С Фонарем Ища Человека Когда Отозвалась Людская Смесь А Мы Жде Разве Не Люди Отвечал Вы Собаки Афанасий Пожалуй Не Примешивай К предтече И к пророкам Божьим Диогенщика Иное дело Пророк Иное Философишка Яков Имя Есть Тоже Пророк И философ Но Не Суди Лица Суди Слово Его Сам Христос Сих Сидящих Во тьме И сени Смертной Называет Псами Нехорошая Де Отнять Хлеб У детей И бросить Псам А Которые Ухватились Не за тень Но за прямого человека Дал им власть Детьми Божьими Быть Афанасий Ну Быть Так Пускай Си Песи Люди Хватает За тень Человеческую Как за лже Монету Но сами же Однако Несут Человеки Люди Почетные А не Мертвая Тень Яков Сень С тени Мила А ночь Тьме Люба Сродная К сродному Склонна А прилипчивость Обоих Сливает В ту же смесь И сам ты Таков Каково то Что любишь И объемлешь Любящий тьму Сам ты тьма И сын тьмы Афанасий А А Чувствует Нос мой Кадильницу Твою Туда ты Завеял Что и я Тень Нет Якуша Я тени Не ловлю Яков Я давяще Еще сказал Что ты Одна из Сих Бесчисленных Земной Шар Обременяющих Мертвых Теней Которым Претеча И весь Окружающий Хор Точным Сидельцем Адским Благовествует Истинного Человека Безумие Есть В тысячи Крат Тяжелее Свинца Самая Тягчайшая Глупость Образуется Сими Сына Амосова Словами Отяжелело Сердце Их Тяжко Ушами Слышать Се Тяжкой Сердии Сиречь Долой Садящейся Прокисшего И грубого Сердца Мысли Его Дрожжи Самый Центр Земной Погрязает Как С олова Откуда Тебя Выдрать Никак Невозможно Сердце Твое Возлюбившее Суетную Ложь И лживую Гибель Тени Человеческой Кто Силен Поднять Из Бездн Земных Дабы Выскочить Могло На гору Воскресения И узреть Целомудренным Взором Блаженного Оного На седалище Губители Несевшего Давидова Мужа Удивил Господь Преподобного Своего Шатайся Гони Ветры Люби Суету И ложь Хватай Тень И печись Мучься Жгись Афанасий О мучишь Меня Пачи Египетской Гадательной Оны Льво Девы Низвергаешь Центр Земли Садишь Преисподнюю Ада Связываешь Неразрешимыми Узами Гаданий А я Хоть не Самсон И нерешительный Оны Предревний Эдип Однако Доселе Нахожусь Перед тобой Якуша И волен И не связан По пословице Мехом Пугаешь Яков Кто дурак Тот и в Иерусалиме Глуп А кто слеп Тому везде ночь Если ты тень Везде для тебя ад Афанасий Право Ты друг Забавен Люблю тебя Можешь И о врагах Речь вести Трагедиально Вижу Что твой хранитель Есть ангел Ветийства Тебе это дано Как притча есть Скажу напрямик Из кота Кита А из нужника Создать сион Яков Как хочешь Ругайся И шпыняй А я Сысаю Как ласточка Так возопию И как голубь Так поучусь Афанасий Вот нашел Громогласную птицу Разве она Твоему пророку Лебедем показалась А твоего Голубя Курица Никак не глупее Яков О кожаный мех Да выклюет ворон Ругающий Отца Око твое Афанасий Ты как сам Странными Крутыми Дышишь мыслями Так и единоплеменники Твои Дикие думы Странным Отрыгают языком Сказать притчу По губам Салат Яков А не то же ли Поет и твой Пророк Гораций По мосту Мосточку С народом ходи А по разуму Его себя не веди Болен вкус твой Тем дурен И суд твой Чувствуй же Что мудрых дум Дичина Состоит в том Что она Отстоит от бродящих По улицам И торжищем Дрожжей Мирского поверия И гораздо скорее Встретишься на улицах С Глинкою Чем с Алмазом Многие ли из людей Могут похвалиться Знаю человека Когда сам человек Идол поля Идол поля Диирского Поругавшийся Божий Пророк Афанасий Но прежде Выправься Как я мех Яков Видал ли ты Деревенскую маску Что зовут Кобыла Афанасий Знаю В ней ловят Тетеревов Что же Яков Ну Если бы в таких масках Тысяча человек На смотр твой Пришли Прошли Можно ли сказать Что ты был им Инспектор Или обсерватор Афанасий Кто исправно Носит кобылу Можно видеть Но кто он Внутри есть И какой человек Почем знать Ври далее Яков К чему же далее Уже видишь Что ты Не только мех Но чучело И болван Афанасий Вот тебе на За какой грех Яков За то Что ты Всех Виденных тобой В жизни Человеков Одно только На них Кожу видел И плоть А плоть Есть идол Сирич Видимость Видимость Же есть То мертвая Крыша Закрывающая Внутри Истинного Оного Человека Положил Во тьму Тайну Свою Сей Сей Стоит За стеной Нашей Посреди вас Стоит Его же Не знаете Слышь Израиль Господь Бог твой Посреди тебя Видишь Что и человек Твой И ты с ним Кожаный Дряхлый Мертв Прах Тень Каков земной Таковы и Афанасий Вон Куда Выехал Яков Собери Не только Всех Виденных Но всего Земного Если можешь И лунного Шара Людей Свяжи В один Сноб Закрой Им будто Колосы Головы Смотри На подошву Их тысячу Лет Надень Очки Прибавь Прозорливое Стекло Зевай Ничего не Увидишь Кроме Соломы Оной Всякая Плоть Сена А я В похвалу Твоей Прозорливости Воспою Мудрого Очи Его В голове Его Очи Жи Безумных На концах Земли Афанасий Что ты Взбесился Что ли Я людям Никогда Не заглядывал В подошвы Око Мое Сидит В голове Моей Яков Что ты Пень Что ли Разве Свиное Око Не в голове Ее Чувствуешь Ли Что голова Есть болван Сей Болван Как Начальную Частью Есть Своего Болвана Так У пророков Значит Невидимую По всякой плоти Господствующей В ней Силы Ее И Начало А хвост Подошва Пята Есть Фигура Праха Половы Отрубей Дрожжей И что только Есть грубая Подлая И дебелая Во всяком Творении Как Бурда Брага Сыр Грязь И прочее То же Бы Значило Когда Соломон Сказал И так Очи Безумных На хвостах Земли Когда Слышишь Сее Блюсти Будешь Его Осягнут Как Слепые Стену Полижут Прах Как Змеи Ползущие По земле Враги Истинного Человека Враги Его Прах Полижут Смерть Спасет Их Поедающих Плоды Смертной Плоти Горькую Гладкую Тень Гибельной Смоковницы Минувших Самое Дерево Райское Взалчут На ветер Когда Услышишь И запьют Все грешные Земли Дрожжи Разумей Что Устранившиеся Бродящие По окольным Околицам И наружным Городским Ругам Шатающиеся По концам И хвостам С евангельским Бесным По пустым Местам По распутиям Вне селений И гробовищам Имущие Скотское И женское Оно Рассуждение Души Мужей Женам Подобных Взалчут Все сии Ей Не вкусят Слочайшие Оно И сына Царева Вечери Не должен Пить Пока Пью новое Вино Небесном Все сии Садамляне Толпятся Под вечер В дом Лотов К ангелам Но не входят А только Извне Обходят По лужам Окружающим Стены города Алчные Жадные Труждающиеся И обремедненные Главная Причина Сему Есть Подлое И пригробое Тяжелее Олова А грубее Сыра Тяжесть Сердца Их Погрязает Сыновья Сей Тяжкосердый Как олова Голова Окружения Их Труд уменных Прокисло Как молоко Сердца Их О Исайя Узнай Как пепел Сердца Их И прельщаются Зачем Любите Суету Ищите Лож Вкусите И увидите Как удивил Господь Преподобного Своего Возведите Очи ваши Что ж ты Друг мой Думаешь Ты все Как слепой Садамлянин Одну Осязаешь Всякая Тлень Есть То одно Очувствуйся Мертв Ты Привязался Ты к твоему Трупу Ни о чем Сверх него Не помышляя Одно А не двое К себе Видишь И к сему Прилепляясь Исполняешь Пословицу Глуп Кто двоих Нас читать Не знает Глядишь В зеркало Не думая Про себя Взираешь На тень Не помня Яблони самой Смотришь На след А не вздумаешь Про льва Куда Сей след Ведет Зеваешь На радугу А не Помятуешь От солнца Образуемым Красками Ее Сие Значит Одно пустое В себе Видеть А посему И не разуметь И не знать Себя Самого Разуметь Же Значит Сверхвидного Предмета Провидеть Умом Нечто Невидное Обетованное Видным Поклонитесь И увидите Все это Есть Хранить Наблюдать Примечать Сирич При известном Понять Безвестное А с предстоящего Будто С высокой горы Умный луч Как проволучную Стрелу В цель Метать В отдаленную Тайность Отсюда Родилось Слово Символ Вот что Значит Взойти На Сион На Соломоновскую Вооруженную Башню Стоять На страже Савакумом И быть Обсерватором Так Блистает Блистает Солнце И как Проволучные Стрелы Молнии Ум Ум Афанасий Ей Ей Блистает